Друзья, сегодня мы продолжаем тему самостоятельной диагностики и обслуживания авто. И на очереди у нас и ручной тормоз. Работая в сервисе, я провел небольшое исследование и выявил, что водители делятся на несколько типов. Больше половины оставляют машину просто на ручнике. Еще довольно большая часть только на скорости. Ну а более продуманные ставят вообще на ручники на скорость. Ну а есть и отдельные персонажи, которые ставят два ручника. Хотя ладно, шучу. Позже я объясню, для чего это. По сути, оставлять машину на передаче это нормальная привычка. Но вот у многих сейчас установлена сигнализация с автозапуском, поэтому так уже не проканает. Ну хотя есть таланты, которые все равно умудряются ставить на скорости. Потом машина заводится и ездит на автопилоте. Поэтому у хороших водителей, которые реально следят за своим автомобилем, ручник должен работать исправно, чтобы без какой-либо опасности оставлять автомобиль на склоне. Но хотя многим он нужен для других целей. Ну это ладно. В общем, когда с ним возникают какие-то проблемы, водители первым делом хотят его подтянуть. И тянут его, тянут, пока не закончится подтяжка. Ну а потом начинают менять тросы, говоря, что они якобы вытянулись. Кстати, не только водители, многие работники автосервисов говорят точно так же. А сейчас давайте посмотрим на сам трос. Он сделан из стальной проволоки, сплетенный в одну косичку. Далее вставлен в металлическую оплетку, покрытую пластиком. Как сталь может вытянуться, немножко непонятно. Это то же самое, допустим, что сверлите вы отверстие, раз, потом сверло где-то закусывает и оно удлиняется. Поверите вы в такое? Думаю, что нет. Так вот, с тросами точно такая же история. Хотя многие сейчас могут сказать, якобы эта косичка расплетается и трос за счет этого становится длиннее. Однако, почему-то, когда сравниваешь старый и новый трос, они по длине абсолютно одинаковые. Чаще всего трос выходит из строя из-за того, что повреждается вот эта пластиковая защитная оболочка. То есть, туда начинает попадать вода и в итоге трос просто сгнивает и зажимает центральную жилу. Либо рвется в этом месте. Обычно эта оплетка перетирается колесами, карданом. Ну, либо когда трос свисает на глушитель, так что обязательно следите, чтобы все крепежи были на месте. Ну, а в местах изгиба и вот этих креплений должны стоять специальные вставки, чтобы его не перетирало. Также в тросы может попасть вода, допустим, из-за некачественных или изношенных пыльников. Ну, либо по каким-либо повреждениям. Чаще всего это бывает, когда вы ездите по лужам, ну, либо после автомойки. В таком случае необходимо просушить как сами тормоза, так и тросы ручника. А то довольно часто бывает, что колодки примерзают, особенно барабанные. Многие водители совершают страшную ошибку, то есть пытаются сорвать клин в движении. В таком случае у вас большой шанс не разморозить колодки, а оторвать накладки, так как они всего лишь приклеены. В обычном режиме, когда вы тормозите, этот фрикционный материал не отваливается по той причине, что он становится зажатым между барабаном и колодкой. Ну, а в данном случае этого давления нет. То есть тормоза-то вы не жмете, когда пытаетесь его сорвать. И в итоге вот этот вот фрикционный материал очень легко отваливается. Такое довольно часто бывает. Ну, а впоследствии этого, скорее всего, еще потечет рабочий цилиндр. Ну, либо его сломают, так что стоит задуматься. Решить проблему примерзших колодок можно легким ударом по барабану или по колесному диску. Сильно бить тут ни в коем случае нельзя, ведь можно что-нибудь подзагнуть, и в итоге вы получите биение при торможении. Также колодки можно разморозить с помощью горячего чайника. Только не забудьте после этого все просушить. То есть ехать и активно пользоваться тормозом, чтобы диски и барабаны нагрелись. Ну, а более качественный способ, это, конечно, строительный фен. И можно и трассы разморозить. Кстати, как вы заметили, у меня довольно много инструментов фирмы Rayobi. Я, в принципе, много чем пользовался, но данный производитель мне понравился больше всего. Допустим, шуруповерт хоть и легкий, но очень мощный. Я его даже иногда вместо дрели использую. К тому же, у него широкий патрон и очень легко помещается 12-е сверло. Хотя, мне кажется, даже больше войдет. А еще у него две скорости и есть подсветка. То есть, вообще все, что нужно. Удобно то, что у разного инструмента Rayobi одинаковые батарейки. И во время работы их можно очень быстро заменить. Или можно сэкономить и купить какой-то новый инструмент, но без зарядного устройства и батарейки. Ведь какая разница, они все равно одинаковые. Да и зачем лишнее место в гараже занимать. Также у инструмента Rayobi очень яркий дизайн. И потерять его очень сложно. То есть, сразу бросается в глаза. Так что, нигде не оставите. Это все я приобретал в магазине все инструменты. Там выбор довольно большой. И на бренд Rayobi они дают гарантию до 5 лет. Так что, тоже заказывайте. Ссылки на проверенный мной инструмент оставлю в описании под видео. Ну а чтобы тросы не замерзали, лучше всего выгнать из них воду. Для этого надеваем на него шланг чуть большего диаметра, чем собственно сам трос. И обжимаем хомутом. Затем наливаем в него проникающую смазку. Подключаем компрессор и даем давление воздуха. В итоге вся вода выходит, да и сам трос начинает двигаться намного легче. Такой способ относится и к тросам коробки передач. То есть, также из них можно выгнать воду, смазать. И в итоге скорость будет включаться намного мягче. Поэтому возьмите такой способ на заметку. Ну а если заметили небольшое повреждение оплетки, то обработайте металл. Все как следует очистите. И плотно замотайте изолентой. Если не опоздали, то трос еще походит. Следующая причина, из-за которой может пропасть ручник, это конечно же износ колодок. Они бывают барабанные, совмещенные с основными. Также дисковые, тоже совмещенные. Ну а бывает, что дисковые задние тормоза отдельно сделаны. Ну а ручниковые находятся внутри. То есть там колодки наподобие барабанных. Однако не спешите сразу все менять. Посмотрите для начала износ. Допустим, вот эти колодки поменялись по причине того, что отсутствовал ручник. Однако износ фрикционного материала здесь практически отсутствует. То есть если сравнить ее с новой, то они буквально одинаковые. И чаще всего колодки нужно не менять, а просто развести. Сейчас покажу, как это работает. То есть трос отклоняет вот эту тягу, которая закреплена на одной из колодок. Ну а она через планку отталкивает вторую колодку. В итоге они зажимаются в барабане. Но вот по мере износа колодок и этой самой планочки, вот этот наш рычаг сильно отклоняется. В итоге ручник начинает упираться в потолок. Водители его тянут, тянут, тянут. И работать он начинает уже вот в этом месте. Ну а сами понимаете, что тут угол совершенно другой. И эффективности такого ручника практически нет. То есть дергать его приходится двумя руками, чтобы хоть как-то заблокировать колеса. Но вот чаще всего это приводит к оторванным тросам и загнутым рычагам. Не более. Так вот, достаточно просто удлинить вот эту тягу между колодок, и ручник опять начнет работать как новый. На многих авто эта планка удлиняется автоматически. То есть она винтовая, и по мере износа колодок она выкручивается, то есть удлиняется таким образом, и постоянно держит колодки вплотную к барабану. Но иногда эта планка ржавеет и уже перестает работать. Также есть системы, где колодки разводятся вручную. То есть стоит эксцентрик, и после его поворота эта тяга удлиняется. И в итоге колодки подвигаются вплотную к барабану. Это нужно делать каждый раз, когда ручник поднимается слишком высоко. Ну, либо становится хуже тормоза. Ну, а вот автоваз, наверное, придумал круче всех. То есть ремонтную вот эту планку, которая длиннее заводской. То есть стал у вас плохой ручник, вы все разбираете, снимаете колодки, меняете эту планочку на ремонтную, и ездите дальше. Ну, а потом, когда будете устанавливать новые колодки, ставите обратно заводскую планку. Просто гениально. Есть мастера, которые вытачивают эту планку, также выдвижную. Ну, тут уже на любителя. Ну, а два ручника оставят для того, чтобы бюджетно повысить проходимость автомобиля. Один рычаг идет на левое колесо, на другой на правое. Допустим, где-то вывесили машину так, что она сбуксовала. Просто блокируйте вращающееся колесо, и она у вас легко выйдет. Ну, либо с помощью такого ручника можно разворачиваться, как на танке. Ну, вот, друзья, сейчас вы уже знаете, по каким причинам может выйти из строя ручник, и как его самостоятельно починить. Если вам интересны подобные темы, ставьте палец вверх, и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а с вами был Денис Механик. Спасибо за внимание, и пока!